В послевоенный период Советский Союз был мировой сверхдержавой, обладающей одними из самых продвинутых видов вооружения в мире. В этом видео я подобрал для вас 10 видов необычного, инновационного или экспериментального оружия СССР послевоенного периода, не вошедшего в предыдущий выпуск. Итак, давайте начнем. КМ «Корабль-Макет» за рубежом также известен как «Каспийский монстр» — советский экспериментальный экраноплан, разработанный в 60-х годах в конструкторском бюро Ростислава Алексеева. КМ, или «Корабль-Макет», как его называли в ЦКБ, имел длину 92 метра, высоту 22 метра, размах крыла 37 метров. Днище корпуса было устроено по-корабельному, хотя внешне КМ походил на самолет. На переднем пилоне размещалось 8 турбореактивных двигателей тягой по 10 тонн каждый. Их мощность использовалась в основном при старте. На Киле стояли еще два таких же двигателя, достаточных для поддержания крейсерского режима. В рекордном полете его масса достигала 544 тонн, что было в то время неофициальным мировым рекордом для летательных аппаратов того времени. Он был побит только с созданием самолета АН-225 «Мрия». Испытания КМ проходили на Каспии в течение 15 лет, до 1980 года. Огромная, тяжелая машина показала феноменальные качества. Она устойчиво шла над экраном на высоте 3-4 метра, на крейсерской скорости 400-450 километров в час. Практическая дальность составляла 1500 километров. Грузоподъемность 304 тонны. Наблюдатели видели, как после затяжного разбега по морю с трехбальным волнением КМ оторвался от воды и ушел за горизонт. В 1980 году из-за ошибки пилотирования КМ потерпел аварию. Жертв не было, и краноплан после аварии еще неделю оставался на плаву. Однако попыток спасти его не предпринималось, после чего затонул. КМ вполне можно назвать монстром, способным на то, что другим не под силу. До сих пор достижения в создании экранопланов остаются отечественным секретом. КМ послужил основой для разработки и создания экраноплана-ракетоносца «Лунь» в 1987 году. ТКБ-059 или прибор 3Б – советский экспериментальный трехствольный автомат компоновки «Буллпап», разработанный Германом Александровичем Коробовым в 1962 году под стандартный патрон калибра 7,62х39 мм. При разработке ставка делалась на сверхбыструю очередь, при которой автомат не успевает отклониться от отдачи, что обеспечивало бы высокую кучность стрельбы. Объединение в одном оружии нескольких стволов позволило реализовать залповый огонь. Темп стрельбы при этом возрос до 1400-1800 выстрелов в минуту. Для унификации автомата некоторые детали и узлы были заимствованы у автомата Калашникова. На государственных испытаниях, благодаря практически одновременному выстрелу трех патронов в очереди, автомат действительно показал крайне высокую кучность. Однако специфичность конструкции, сложность снаряжения встроенных магазинов, а также невостребованность в замене АКМ определили отказ от принятия этого образца на вооружение. Як-24 по кодификации НАТО «Лошадь» — советский вертолет разработки ОКБ Яковлева, продольной схемы, оснащенной двумя поршневыми двигателями АШ-82В, мощностью 1268 кВт. Напоминает американский Boeing CH-47 «Чинук». Первый полет состоялся 3 июля 1952 года. Основной проблемой оказалась вибрация, для устранения которой на 50 см были укорочены лопасти. Проблема частично устранилась, и 15 ноября 1952 года принято решение завершить заводской этап испытаний, и несмотря на явную недоведенность машины, в конце 1952 года ее передали на государственные испытания. Государственные испытания неоднократно приостанавливались. Одна машина еще при проведении заводских испытаний на ресурс сгорела, другая с высоты 8 метров рухнула на землю. В апреле 1955 года было начато серийное производство, и выпущено 40 вертолетов с большим фюзеляжем, вмещавшим экипаж из трех человек и до 30 экипированных солдат, или 3000 килограмм груза. В конце 1955 года летчики Милютичев и Тиняков установили на вертолете два мировых рекорда, подняв груз весом 4 тонны на высоту 2902 метра, затем груз в 2 тонны на высоту 5082 метра. Четыре вертолета Як-24 принимали участие в парадах на Тушинском аэродроме в 1955 и 1956 годах. В 1959 году Як-24 принимал участие в маневрах на территории ГДР и в районе Киева. Вертолет успешно выполнил перелеты по маршрутам Москва-Киев и Москва-Берлин. Як-38 – советский палубный штурмовик, первый в СССР серийный самолет вертикального взлета и посадки. При его постройке использовались данные, полученные при разработке и испытаниях опытного самолета Як-36. Самолет был оснащен одним подъемно-маршевым двигателем Р-28 и двумя подъемными двигателями РД-38, расположенными за кабиной пилота. Также на нем была установлена уникальная система автоматического катапультирования летчика при аварийных ситуациях, в частности, отказе двигателей или струйного управления, на малых скоростях и в режиме висения. Более ни один самолет отечественной авиации не имел систему полностью автоматического покидания, решающую за летчика. Як-38 способен атаковать наземные и надводные цели в любое время суток. Он имел разнообразный набор вооружения, двухствольную пушку ГШ-23, управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, а также бомбовое. Максимальная боевая нагрузка составляла 1000 килограмм. В апреле 1980 года четыре Як-38 в испытательных целях направили в Афганистан, где они действовали в течение четырех месяцев с ограниченных площадок в условиях высокогорья. Один самолет был потерян по небоевой причине. В целом, проект оказался неудачным. Интерес военных моряков к Як-38 был недолгим. Самолет обладал слабой тяговооруженностью. В низких широтах, при высокой температуре и влажности, он зачастую имел проблемы со взлетом и обладал крайне небольшим радиусом действия. Як-38 довольно быстро стал лидером советской авиации по числу аварий, хотя жертв благодаря системе автоматического катапультирования было не так много. К концу 1989 года выпуск самолетов Як-38 был прекращен, а уже в июле 1991 года вышел приказ о приостановке эксплуатации Як-38. Всего был построен 231 самолет и Як-38 различных модификаций. Объект 781 – советская опытная боевая машина поддержки танков, разрабатывавшаяся в КБ Челябинского тракторного завода на базе основного танка Т-72Б с 1986 по 1991 годы. На крыше корпуса устанавливались два независимых боевых модуля. В каждом модуле размещалась 30-мм малокалиберная автоматическая пушка 2А-72, способная бороться с укрытыми целями, испаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ. Возимый боекомплект составлял 1100 выстрелов калибра 30 мм, 2000 патронов к каждому пулемету и по 300 выстрелов для каждого 40-мм автоматического гранатомета. На правом боевом модуле дополнительно устанавливались 6 пусковых установок СПТУР, КОНКУРС-М или КАРНЕТ. В дополнение к модулям на корпусе боевой машины устанавливались две курсовые автономные установки с 7,62-мм пулеметами ПКТ и 40-мм автоматическими гранатометами «Балкан», позволяющими уничтожать живую силу противника, представляющую опасность для танковых подразделений. Кроме того, устанавливалась одна независимая установка с 7,62-мм пулеметом ПКТ. Экипаж машины состоял из 7 человек. Машина обеспечивала введение огня одновременно по 6 целям. Параллельно с объектом 781 разрабатывался и другой вариант – объект 782. В 1987 году были изготовлены два опытных образца машины. Совместно с объектом 782 машина проходила испытания в Чебаркульском учебном центре. По результатам испытаний для дальнейшей работы был выбран вариант «Объект 781». Однако наступил 1991 год и с развалом Советского Союза все работы по «Объекту 781» были прекращены. Як-15 – первый реактивный истребитель, принятый на вооружение ВВС СССР, выполнен по реданной схеме, которую мы могли наблюдать у самолетов Люфтваффе, таких, например, как «Мессершмитт П-1101», о котором я рассказывал в 13 выпуске «Необычного оружия Третьего Рейха». В советских ВВС Як-15 считался переходным самолетом и использовался только для переучивания летного состава с поршневых истребителей на реактивные. Тем не менее, он, несомненно, достоин места в этом списке. Разработан на базе Як-3, совершил первый полет 24 апреля 1946 года. В ходе испытаний самолету с взлетной массой 2570 кг удалось развить максимальную скоростью земли 770 км в час, а на высоте 5000 метров – 800 км в час. При запасе топлива в 472 кг дальность полета составила 575 км. Высоту в 5 км истребитель набирал за 4,1 минуты. Выяснилось, что после преодоления 6-километрового рубежа двигатель начинает недодавать оборотов, что сказалось на высотных характеристиках машины. На серийные Як-15 ставили двигатели РД-10, производство завода номер 26, первые экземпляры которых собирались с трофейных немецких деталей двигателей ЮМО-004Б1. Машины были вооружены одной пушкой НС-23. Интересно, что помимо своего основного назначения, один из серийных Як-15 использовался в ЛИИ в качестве летающей лаборатории во время отработки крыльевого комплекса до заправки самолетов в воздухе, предложенного летчиками-испытателями Шелестом и Васятиным. Истребитель был оснащен макетом топливоприемника и в 1948 году задействовался в летных экспериментах, в которых роль танкера играл Ту-2. Всего до 1947 года было произведено 280 машин, после чего завод номер 31 приступил к производству Як-17. Полноценные двухпушечные истребители были распределены в войсках для ознакомления пилотов с реактивной техникой. Эксплуатировались Як-15 параллельно с более совершенными Як-17 и также недолго. Уже в начале 50-х годов Як-15 были сняты с вооружения. Сохранился лишь один экземпляр Як-15, но зато в отличном состоянии. Он хранится в музее ОКБ имени Яковлева. Объект 327 – советская 152-мм самоходная артиллерийская установка с высокой степенью автоматизации. Разработана ЦКБ завода «Уралтрансмаш», неофициальное название «Шайба». Машина создавалась по безбашенной схеме. Орудие размещалось на специальном погоне, который внешне напоминал шайбу, за что машина и получила неофициальное прозвище «Шайба». Экипаж размещался в изолированном боевом отделении, из которого управлял агрегатами машины дистанционно. Кроме того, благодаря открытой установке орудия освободилось до 70% боевого отделения. Такая компоновка позволяла легко решить проблему избыточных пороховых газов в боевом отделении. В ходе работ были изготовлены два макетных образца. На первый макет устанавливалась гаубица 2А33 от САУ 2С3 «Акация». На втором макете размещалась пушка 2А37 от САУ 2С5 «Гиацинт-С». В качестве базы было использовано доработанное шасси танка Т-72. В 1976 году был собран первый прототип. Однако, необходимость доработки такого варианта компоновки перспективной САУ многими считалась неоправданной. Поэтому основные силы были брошены на работы по самоходной гаубице с закрытой установкой орудия 2С19, разрабатываемой под руководством Томашова. Именно этот проект впоследствии и был принят на вооружение. С 1988 года один оставшийся экземпляр простоял без движения 16 лет на испытательной площадке полигона завода «Уралтрансмаш», после чего весной 2004 года был установлен в музее на его территории, где и находится в настоящее время. ЛА-17Р – советский разведывательный БПЛА в 60-х годах разработки КБ «Лавочкина». Расчетная дальность разведчика, предназначенного для полетов на высотах до 7000 метров, превышала 170 километров, что при ясной погоде позволяло заглянуть не только на позиции передовых войск противника, но и на его ближние тылы. ЛА-17 создан по нормальной аэродинамической схеме и представляет собой цельнометаллический средний план с прямоугольным в плане крылом и оперением. Двигатель размещался в мотогондоле под центральным отсеком фюзеляжа. БПЛА оснащался маршевым двигателем РД-9БКР. Под крылом у бортов фюзеляжа монтировались два пороховых ускорителя, которые после старта автоматически сбрасывались. Для предполетной подготовки и запуска ЛА-17 использовали стартовую установку «Сутр-1», созданную на базе лафета зенитного орудия. В результате испытаний в конце июля 1963 года выяснилось, что машина, летая на высоте до 900 метров, способна осуществлять фоторазведку объектов, находящихся на удалении 50-60 километров от стартовой позиции, а с высоты 7000 метров объектов на удалении до 200 километров. Скорость полета составляла от 680 до 885 километров в час. В 1963 году серийный завод номер 475 изготовил 20 разведчиков ЛА-17. Машина состояла на вооружении до начала 70-х годов. Случаев ее применения в боевой обстановке неизвестно. Впоследствии был разработан модернизированный вариант разведчика ЛА-17РМ. 2Б1АК – советская самоходная 420-мм минометная установка. Главный конструктор – Борис Иванович Шавырин. Первый опытный образец был готов в 1957 году. Скорострельность – один выстрел за 10,5 минут. Дальность стрельбы – 25 километров. Активно-реактивные мины – 50 километров. Масса артиллерийской мины – 670 килограмм. Предназначена для стрельбы ядерными зарядами. В качестве основного вооружения использовался 420-мм гладкоствольный миномет 2Б2. Длина ствола составляла около 20 метров. Ввиду отсутствия противооткатных устройств при выстреле машина откатывалась назад на 5 метров. Заряжание артиллерийской мины производилось с казенной части, что существенно увеличивало скорострельность. В ходе испытаний был выявлен ряд недостатков, которые не позволили ввести орудие в эксплуатацию. Системы атомной артиллерии были произведены ограниченной серией в 4 единицы и переданы на вооружение 2-го артиллерийского кёнигсбергского полка «Город Луга». 7 ноября 1957 года машины были продемонстрированы на военном параде в Москве. Работы над 2Б1 продолжались до 1960 года. От дальнейшей разработки орудий отказались в пользу более дешевых и простых в эксплуатации тактических ракетных комплексов 2К6 «Луна». 9К58 «Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Реактивная система залпового огня «Смерч» была разработана в СССР специалистами «Тунгус НИИ Точмаш» под руководством главного конструктора Геннадия Алексеевича Денишкина, а также смежных предприятий. До разработки в 1990 году Китаем ВС-1 являлась наиболее дальнобойной системой. Артиллерийская часть монтируется на модифицированном шасси грузового автомобиля МАЗ-79111 или МАЗ-543М. Для установки разработаны различные виды реактивных снарядов, как с осколочно-фугасной головной частью, так и с кассетной, для противотанкового минирования местности, с термобарической головной частью и даже опытный реактивный снаряд с малогабаритным разведывательным беспилотным летательным аппаратом. Дальнобойная реактивная система залпового огня предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей. РСЗО 9К58 за счет дальности и эффективности близок к тактическим ракетным комплексам. По точности комплекс близок к артиллерийским орудиям. Точность попадания в 2-3 раза превышает аналоги. Залп батареи из 6 боевых машин способен остановить продвижение мотострелковой дивизии. Максимальная дальность стрельбы достигает 120 километров. Подготовка смерчи к бою после получения цели указания занимает 3 минуты. Полный залп производится в течение 38 секунд. После стрельбы батарея готова к маршу через 1 минуту, что позволяет оперативно уйти из-под ответного удара противника. РСЗО «Смерч» применялись вооруженными силами России во время второй чеченской кампании в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Также применялась сирийской арабской армией во время гражданской войны в Сирии, в частности при освобождении Пальмира. По данным 2017 года, РСЗО «Смерч-М» и его улучшенная версия «Торнадо-С» превосходят по дальности РСЗО НАТО производство США. Надеюсь, вам понравилась моя сегодняшняя подборка. Поддержите видео лайком или комментарием. Для тех, кто не видел, рекомендую посмотреть предыдущие части и серию видео о необычном оружии Третьего Рейха. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok